Здорово, мужики! Если в вашем доме что-то ломается, и вы не бежите за телефоном в надежде вызвать ремонтника, а решаете эту проблему собственными руками, то эта подборка инструментов с Алиэкспресс будет для тебя полезна. Я надеюсь. Офигеть ты не офигеешь, но надеюсь хоть немножечко ты удивишься. По крайней мере этому смартфону, который я разыгрываю в конце выпуска. Ну чё, бандиты, погнали! Еще одно чудо-устройство из Китая. Электрический паяльник на 60-80 Вт с дисплеем. Долго пользовался советским вариантом, но иногда так хотелось отрегулировать температуру нагрева, так как мой грелся как бешеный. В этом все проще. Минимальная температура 180 градусов, максимальная 480. Шнур около полутора метров, чего более чем достаточно. Греется быстро и запоминает последний установленный параметр. Продается в нескольких комплектациях. Простой – паяльник, припой и медная катушка. И полный. Все то же самое, плюс чехол и пинцет. Ржавчина – это одна из основных проблем при работе с металлом. Если с ней своевременно не бороться и не удалять ее, то в скором времени она попросту разъест металл. Тут-то и поможет лазерная очистка. Принцип работы устройства заключается в способности чистого металла отражать лазерное излучение, когда вещества с более сложным составом его поглощают. В результате слой ржавчины начинает накапливать энергию, нагреваться и слущиваться с основания. Если мощность лазерного оборудования высока, то налет плавится и испаряется. А это индукционный нагреватель, поразивший меня своей комплектацией, а точнее чехлом. Товар пришел в самом настоящем кейсе, представляешь? В таком массивном, напоминающем чемоданы, в которых миллионы носят. В фильмах, конечно. А еще к нему шло шесть катушек и инструкция. Нагреватель работает неплохо, гайку расплавил секунд за 30 и при этом сам ничуть не нагрелся. Справляется даже со столетними болтами, которые намертво прикипели к поверхности. А это набор для восстановления резьбы. Ну прям профессиональная штука, в которую входит 100-500 деталей, без 100 грамм здесь просто не обойтись. Вот я до сих пор не разобрался, что, куда, зачем и как. А знаешь, в чем прикол? Здесь нет никакой инструкции, от слова совсем. И что делать? Хотя бы какую-то бумажку положили, а так только пробовать восстановить резьбу методом проб и ошибок. Честно говоря, такое себе увлечение, хотя чем еще заниматься в свободное время. Это насадка для заточки сверл. Но эффективнее ее использовать для пугания птиц на огороде. Она вообще ничего не точит, деньги на ветер. Мало того, что шла непонятно каким образом, так еще и толку нет. Нет, я не исключал, что дело не в насадке, а во мне. Ее проверял и мой отец, а он у меня может сделать что угодно, но не с ней. И так и сяк крутил, но точить она не хочет ни при каких обстоятельствах. Может это из-за того, что вал кривой или слишком мягкое зерно? А это щетка для очистки клемм автомобильного аккумулятора. Прикупил себе это чудо за 170 рублей. Плюсовые клеммы чистят на 5. Минусовые чуть похуже, а не поуже. Надо слегка наклонять щетку при зачистке. Щетина на щетках конкретно жесткая. Чистит, аж сдирает. И это хорошо. Желательно после щетки обработать токовыводы и клеммы каким-нибудь очистителем контактов. Тогда результат будет гарантирован. И не забыть смазать сверху клеммы после затяжки. Только сверху, не в контакте. А это приспособление работает с кассетами шурупов, что значительно ускоряет процесс монтажа. Установив эту оснастку, не нужно будет каждый раз брать новый шуруп и прикладывать к бите. Крепежный элемент будет подтягиваться автоматически после закручивания предыдущего. Такая насадка пригодится при сборке различных конструкций, когда требуется многократный крепеж. Тем более руки станут более свободными, ведь это ценно при работе на стремянке. Это пневматический напильник. Был заказан другу в качестве подарка на день варенья. Любит он всякие инструменты. Лично я его не тестировал, но выглядит добротно. Да и по весу не скажешь, что это ерунда китайская. Весит около килограмма. В комплекте был чехол для хранения и три насадки. Плоская, круглая и полукруглая. Максимальная скорость работы – 5000 оборотов в минуту. Я считаю, этого вполне хватит для домашнего использования. А это вообще штука, о существовании которой я даже не подозревал. Оказывается, для изготовления шаров и бусин есть специальная фреза, и выглядит она вот так. Мне стало интересно, как она работает. Не удержался и заказал. И лучше бы этого не делал. Фреза не отцентрована. Бусины получаются кривобокими. Да и для этого нужно искать дубовые или буковые бруски, потому что сосновый рвет в клочья. В общем, выбросил я все это дело на помойку. Полная хрень. А это нож для удаления заусенцев. Нет, не на пальцах, а на металлических или деревянных изделиях. Им можно и стружку удалять. Честно, когда заказывал, до последнего думал, что полная билиберда. Но получив посылку, удивился. Это действительно рабочий инструмент. В комплект положили 10 дополнительных жал, между прочим, они израильские. Тестил их на стальном листе. Идет легко, как по маслу. Заусенцы снимает на раз-два. А это набор из шести коронок. Что меня в первую очередь порадовало, так это упаковка. Каждый элемент пришел в отдельном пластиковом кейсе вместе с шестигранным ключом. Само сверло сборное, легко разбирается и собирается, но со временем начинает люфтить. Детали не сидят плотно, поэтому не рекомендую часто заниматься его разборкой. При сверлении получается практически идеальная окружность без заусенцев. Да и в целом обработка получается чище по сравнению с обычными сверлами. А это насадка для заточки бензопилы. Идея хорошая и вещь, несомненно, стала полезной. Если бы не подкачало исполнение. Мало того, что резьба на насадке есть не везде, а только с двух сторон, так она еще и не совпадает по диаметру с резьбой дрели. Ну и как мне ее проверять, прикажешь? Из-за такой нестыковки насадку нереально закрепить в инструменте, она просто проскакивает. Эх, а была бы явно востребованной деталью, если б не такие косяки. Думаю, вы помните, что отец у меня часто делает ремонты своими руками. А поэтому в этот раз я заказал ему плазменный резак с молниеносной доставкой. Серьезно, всего одна неделя. Как только аппарат пришел, нам сразу же нужно было что-то порезать. Ну а как же не проверить резак? В гараже нашлось несколько металлических пластин разной толщины. Самая большая – 10 мм. Он их разрезал всего за несколько секунд. Штука хорошая, правда, это был первый и последний раз, когда он использовался. Это пневмопробойник, работающий под давлением 6,5 бар. Особо претензий нет, со своим заданием справляется хорошо. Когда смотрел на фото, думал, он побольше будет, но по факту в длину не больше 25 см. Хотя это не мешает ему работать с материалами, толщина которых от 0,8 до 1,2 мм. Диаметр перфорации около 5 мм. Как заверяет продавец, этот пневмопробойник можно использовать для стали и железа. Лично я пробовал на алюминии, с остальными материалами работать пока не приходилось. А это инструмент для поиска места обрыва проводки. Эта вещь нужна, если ты часто копаешься в своей ненаглядной ласточке. Мультиметром можно проверить наличие напряжения без вскрытия изоляции провода. А значит, не шандарахнет током, что бесспорно радует. У него тонкий удлиненный щуп, и это помогает подобраться в труднодоступные места под капотом. Пользоваться просто. Всего две кнопки – вкл-выкл и тест. Но вот проблема, он совсем не может мерить амперы. А хотелось бы. А это угловая насадка на шуруповерт с шариковым подшипником. Раньше пользовался гибкими удлинителями, но они у меня как-то внезапно рвались. Решил взять что-то понадежнее. Трение внутри слабое, даже руками легко прокручивается. Внутри магнитный держатель бит и мощный, скажу тебе. Даже ничего не люфтит. Ну, практически. Как по мне, маловато места для хвата, хотя это уже придирки. В целом вещь достойная. Отправил её в чемодан к шуруповёрту. А это набор головок для гаек и болтов с сорванными гранями, который был заказан для профессионального автомеханика, между прочим. Далее с его слов. Я думал, что на Алике достойной вещи не найти. Но признаю, ошибался. Инструмент – то, что надо. Да ещё и по такой цене. Но хотелось, чтобы набор был побольше. А так я доволен. Пользуюсь почти месяц. Недостатков не обнаружил пока. А это клеммы «Копия Ваго», причём весьма хорошие. Понятное дело, от оригинала отличаются, в большей части по цене. Но, тем не менее, качество хорошее. Пластик дешёвым китаем не пахнет, что уже радует. Не пришлось проветривать его на балконе, как это часто бывает. Можно заказать клеммы с двумя, тремя, четырьмя, пятью и семью зажимами. Я брал средний вариант и использую их для освещения и слаботочных цепей. Может, подойдёт для розеток, если не перегружать сильно. А это чернильная отбивка, которой заменяют лазерный осипостроитель, так как она банально стоит дешевле. Но при этом суть работы такая же. Хоть вещь не самая точная, при проверке были заметны неточности и отклонения на 1-2 мм. Для домашнего использования, думаю, это не страшно. К минусам отнесу и то, что за раз нить не прокрашивается равномерно. Чтобы это исправить, нужно 2-3 раза размотать и смотать отбивку. И самое страшное, чернильный порошок очень и очень трудно оттирается от стен. А это необычная электронная рулетка от Xiaomi. Называть её полноценной язык не поворачивается, потому что у неё нет привычной металлической ленты. Чтобы измерить поверхность, нужно прокатить по ней рулетку. Кстати, максимальное расстояние, которое она может посчитать – 99 метров. Кроме того, рулетка покажет объём. Результаты отображаются на чёрно-белом дисплее. Работает устройство от аккумулятора ёмкостью 200 мАч. Этого хватает на 30-40 минут использования. У меня всё просто. Вижу на Алике что-то светящееся и разноцветное – беру. Тестер светодиодов вряд ли можно назвать светящимся, но это реально нужная вещь. В целом у продавца было много подобных товаров, но остановил выбор на этом, поскольку можно проверять и отдельные светодиоды, и целые линейки. Как по мне, это удобно. А на маленьком дисплее видно напряжение, которое поступает на щупы. Кстати, они довольно тяжёлые, к ним придётся привыкнуть. А это умный автоматический выключатель, который, мне кажется, бывает умнее многих людей. Ну серьёзно, он и текущее напряжение только покажет, и какую мощность потребляет каждый электроприбор, подключённый к нему. Правда, есть одно «но». У меня возникли серьёзные проблемы с его подключением к смартфону, на котором, собственно, и должна была отображаться вся информация. После нескольких часов танцев с бубном всё же получилось. А ещё он нагревается, но не критично, градусов так на 50. Это щипцы для снятия шлангов на баках, насосах, воздухоочистителях и радиаторах с диаметром от 4 до 14 мм. Инструмент с простейшей конструкцией, но при этом работает на отлично. Мне вот не хватало ещё одной функции. Идеально было бы, если бы щипцы ещё сжимали трубки обратно. Вот бы приделать им такой обратный механизм. Такс, по-моему, я уже начинаю придираться, а поэтому давай перейдём уже к другой, не менее полезной штуке. Это отвёртка от Xiaomi, и как по мне, она ничем не отличается от других подобных, разве что ценой. Коробка пришла слегка помятой, кейс целый, внутри тоже ничего не пострадало. Уже испробовал отвёртку на деле, в целом работает нормально, магнитные держатели мощные, биты не выпадают. Трещотка работает в двух направлениях, и если поначалу к ней не было никаких претензий, то сейчас начала прокручиваться. Из-за чего это случилось, непонятно. Может мой косяк? Эти гидравлические тележки с колёсиками помогут передвинуть машину. Спросишь, зачем это надо? Ну, например, заглох на дороге или над другом подшутить. Только представь его лицо, когда он выходит во двор, а его тачки нет. Пользоваться ими несложно, нужно только раздвинуть крутящиеся валы и подставить их под колесо. Затем настроить их таким образом, чтобы колесо оказалось на них. Потом толкаем авто в нужную сторону. А это угловые струбцины. Хоть я и не люблю выражение «дешёвый китайский пластик», но в этом случае без него не обойтись. Они тонкие и хлипкие, использовать их нужно аккуратно, чтобы ничего не передавить и не сломать. Но согласитесь, что при сборке мебели относиться к инструменту нежно, трудновато. Ещё в них жёсткая пружина, и чтобы надеть струбцины, надо приложить немалые усилия. Всё же хотелось получить что-то более качественное, а не это говно. А это универсальный гаечный ключ, во всяком случае так заверяет продавец. На деле вещь действительно неплохая. Но если гайки ржавые и прикипевшие, то этот набор не подойдёт. Слишком хлипкий. Особенно большой ключ. Он весь раздолбанный какой-то, шатается. Пользуюсь только тем, что поменьше, он как-то больше внушает доверие. Но и в нём есть недостаток. Время от времени подвижный элемент заедает. Даже не знаю, с чем это связано, вроде и смазывал хорошо. Это насадка на дремель для быстрой заточки ножей. Тупые режущие предметы на кухне – это прям беда в нашей семье. Пришлось как-то выкручиваться из этой ситуации и что-то искать. На дремель село отлично. Не люфтит, не вибрирует. В общем, всё как надо. Ножи точит не все, а только те, что с широким лезвием. Остальные приходится точить советским методом – об камень. Кстати, эта насадка не подойдёт для шуруповёрта или дрели, а поэтому смысла заказывать на них нет. А вот это действительно стоящая вещь, которая мне понравилась. Пользуюсь активно почти два месяца. В этом наборе был шуруповёрт, четыре насадки, просто огромное количество бит, зарядка и сумка для хранения. Размер инструмента меня удивил. Такой миниатюрный, прям как женский. Теперь понятно, почему ёмкость аккумулятора такая незначительная, всего 1500 мАч. Зато насадки неплохие и все ходовые, угловая, универсальный резак, эксцентриковая с регулировкой крутящего момента. В работе шуруповёрт показал себя достойно. А это у нас термоусадочные трубки с припоем. Они помогают быстро соединить провода при помощи зажигалки. Продеваем трубку, зачищаем провода, распушаем концы и стыкуем. Устанавливаем трубку так, чтобы кольцо припоя было прямо на месте контакта. Подносим зажигалку и хорошенько прогреваем. Соединение получается достаточно крепким, вручную порвать не удалось. Заказывал отцу, он остался доволен. Посылка, правда, шла 27 дней, а так норм. А это крюк для обмотки проволокой или, как было сказано в описании, палка-закруталка. Инструмент примитивный и, наверное, полезный. Несмотря на его простоту, как пользоваться, понятно, не сразу, хотя разобраться можно. Работает нормально, но нужен он, скорее всего, когда тебя ждет масса проволочных завязываний. А когда ты раз в год сталкиваешься с тем, что нужно что-то обмотать, то проще сделать это вручную. А это отличные любительские наборы метчиков и плашек. У продавца есть несколько вариантов комплектации, от эконом до премиум. Я выбрал среднюю, ту, что в синей коробке, но она подойдет только для восстановления резьбы. Для первичной обработки изделий не подходит, поскольку у них недостаточная прочность. Также надо подумать, куда складывать плашки, так как кейс просто отвратительный. Замки гуляют, не закрываются до конца. Это универсальный тестер радиоэлектронных компонентов. Инструмент полезен для радиолюбителей. Этот мне понравился большим набором функций и относительно большим ЖК-дисплеем. Он помогает измерить сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. Работает от одной батарейки. И все вроде хорошо, но есть тут одна ложка меда в бочке дегтя. Нигде не написано, как войти в меню тестера. Как показал мне один знакомый, делается это с помощью долгого нажатия Test Power. Это вакуумная пылезащитная крышка на болгарку с диаметром круга не более 115-125 мм. Поначалу я думал, что это бесполезная вещь, но когда пришлось столкнуться с бетонной поверхностью, то понял, для чего она нужна. За счет кожуха на рабочей поверхности собирается минимальное количество пыли. Крышка, на удивление, плотно прилегает к инструменту, и все это благодаря одному болту. Все-таки китайцы могут делать хорошие товары. Когда захотят, естественно. Это нож для срезки лишней кромки при создании деревянной мебели. Пришло все в точности, как на фото у продавца. Вся конструкция пластиковая, не супер, но и не хлипкая, работать можно. Сразу пользоваться им не получится, так как требуется настройка инструмента. Режет отлично, очень острый. Пробовал на кромке 0,4 мм. Но, думаю, подойдет и для 0,2 мм, если подправить регулировочные болты. Кстати, в наборе идет всего два лезвия, остальные придется докупать. А это линейка для измерения углов. Приходит она в небольшой картонной коробке и тканевом чехле. Что-то типа бархата, но это не точно. Линейка прямоугольной формы. На каждой стороне есть разметка в сантиметрах и инчах. Думаю, второй вариант не особо нам и нужен. На каждом крае есть закрутки, помогающие регулировать размер угла. Использовать ее легко. Разметка точная. В хозяйстве эта штука пригодится. Во всяком случае, моему отцу точно. А это поворотная насадка для бит, в комплект которой идут и сами биты. Молодцы, китайцы. Надеюсь, лет так через 20 вы насадки с шуруповертом продавать будете. Кстати, она очень похожа на отвертку доктора. Именно поэтому ее и приобрел. Обожаю этот сериал. Но в действительности пожалел. Она пришла вся поцарапанная, да люфтит сама, не по-детски. Ничего не закрутишь и не открутишь. Совершенно бесполезная вещица. Я бы ее, конечно, выбросил, но она похожа на атрибут любого героя. А теперь позволь познакомить тебя с бесполезным и ничего не режущим резаком для гипсокартона. Вот эта причудливая конструкция, лишняя трата денег, которая никаким образом не оправдается. Линейка наклеена криво-косо. В комплекте не хватило половины деталей. Не было даже болтов, за счет которых все и держится. Спрашивается, зачем мне полнабора? Я заплатил и хочу тупо получить посылку и пользоваться, а не бегать в поиске недостающих запчастей. А это уровень для кладки кирпича. От строительства я максимально далек. Его заказывал мой знакомый, он строитель, который также ведет канал на YouTube. Он немного рассказал мне про этот товар. Между двумя деталями натягивается шнурок, которого, кстати, не оказалось в комплекте, и фиксируется на нужном расстоянии. Упаковка у товара отвратительная, коробка пришла мятая и порванная. Странно, что сам уровень остался целым и невредимым. А это инструмент для снятия хомутов. Заказывал по просьбе папы. Но, честно, совсем не понимаю, зачем тратить деньги на лишние покупки, если их можно спокойно разрезать ножницами. Во всяком случае, я так всегда делаю. А ты? В любом случае, меня попросили, я заказал и отдал. Пришли хомуторезы в пупырчатой пленке, намертво замотанной скотчем. Ох, и намучился я, пока сдирал его. Работают исправно, но я все равно придерживаюсь своего мнения. Ножницами быстрее. Это интересная деревообрабатывающая пила, которую я больше всего ждал, так как она реально прикольная. С ее помощью можно резать древесину под разными углами и даже делать всякие фигурные штуки. Хотел все это испробовать. Но, как только взял ее в руки, она начала рассыпаться в прямом смысле этого слова. Зажим отвалился, защелк тоже отпала, а без нее работать невозможно, так как она держит зажимной механизм. И вина этому не почта, а просто жутко хлипкая конструкция. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!